Музыка Одесса, они готовились к таких же условиям, так что это часть, в принципе, игры. Ну, ось, ответ. И рахунок стоит уже на третьей минуте. Димася еще раз у повторить этот эпизод. 1-0 на корысть господарю. Можливо, Милевский торкнулся мяча. Можливо, нет. Димася, из другой точки. Все выстрелили и защитили. Вот у повтори мы видим и свои гравецы, и чужие. Мяч отбивается перед собой. То есть, ну, наверное, есть волнение какое-то. Этот гол пропущенный. На первых минутах тоже из себя. Так, нет. Удар за 11-метровый. Артем Милевский біля мяча. Димася еще раз, Александр. Что тут? Ой, интересно, какой финал. Удар Милевского 2-0. В матче Динамо-Чорноморець. Валерия Газаева. Відчувалося, досвеченный тренер переживал, дуже переживал перед этим матчем. Ну, а Милевский пробил бездоган. Этап первый, вернее, элит-раунд, и попали на чемпионат Европы. После этого Юрий Рокалитницев перешел работать в Динамо. Здесь комментировать нечего. Здесь действительно удар, который, ну, тяжело будет брать. Здесь. Что интересно, в момент удара мяч чуть-чуть подскочил и лег прямо на ногу. Вот, и с девятки, ну, тяжело вытащить. Были на тот момент с одной стороны одни. И воспитание в том числе, и понимание футболок таково. А сейчас, в этом плане, немножко труднее будет. Даже больно смотреть на вратаря. Вот, цепь из-за. Передача в разрез, то есть открывание в опасную зону. Не успевает крайний защитник. Скорее всего, нужно посмотреть, что было до этого. Возможно, Черноморец, ну, я не обращал внимания, Черноморец, наверное, начинал атаку. И произошло самое... Ну, то еще одно поведомление. Шахтар выиграет у Кривбаса с рахунком уже 2-0. Другий гол забил Агахова. Вы, наверное, знаете, что Джуллиус повернулся до Донецкого Шахтаря. И за... Ну, то, о чем мы говорим. Концентрация внимания. Где-то самонадельность определенная. Еще 3-5. Не 5-0. Ну, что, а тут, случайно, еще Максим Бел...